всем привет у меня назрело очередное поболтательное видео покажу свои в основном не цветущие растения добавлю конечно фоточки как обычно я делаю чтобы видео было не такое занудное вот но в основном это будет конечно поговорить тема следующая пересылка в холодных условиях мне некоторые растения потеряли корни я вам показывала недавно их получала не так холодно было но тем не менее продавцы наши как сказать так помягче у меня контент 18 плюс конечно и там выбираю видео не для детей но как-то не хочется с мата начинать со второй минуты видео недобросовестные вот это слово но в моей голове была последняя в списке однозначно когда получаешь дорогой орхидею ты думаешь боже буду холить ее и лелеять на нас столько денег стоит у нас только будет радости мне приносить и наш такая красивая что думают продавцы а по барабану попалась микси отправлю прям холодную зачем утеплитель возьму деньги за отправку утеплить можно пакетом ну короче и вроде как бы все приходит ничего но потом проходит пара недель а я честно последнее время даже не пишу им ничего но я не вижу в этом смысла и так расстроен а еще надо с ними общаться понимаете ну как бы ну шо мне предложат скидку 20 процентов но у меня растение не воскреснет я понимаю что мне надо все равно заниматься его восстановление ну в общем не суд не пишу давно и не хочу еще больше тратить нервы свои поэтому моим и шумаем также сюда попали несколько растений просто мне тут частично поливаю кого-то на подоконниках все проверяю жить и свои новиночки общем что-то интересное новое увидела такая сборная солянка будет как обычно как мы любим поболтать вот так же я когда жаловалась прошлом видео что у мне обмороженный пришел мой беглипчик тинкербелл кис не тинкербелл как он дхарма вот родственник его мне написали в комментариях за что громадное спасибо название препарата потом я также еще от от своей одной орхидейной подружки услышал об этом препарате и наконец-то я вспомнила о том что я же все собиралась купить новые японские вкусняшки удобряшки и всякое такое вот это же обязательно с вами поделюсь ну клево жда знать что работает что не работает хотя заранее могу сказать работает там реально крутые препараты их хватает очень чуть-чуть и растение классно развиваются у меня тут моя такая козявка закисалась которая посушила нещадно бутоны и там по срезала часть а часть часть тут оставшиеся такие вот такая милота не знаю хорошенькая вот я вам поставляю фотки наверно препаратов которые я заказала подробнее рассказывать о них я буду когда я их получу скорее это будет нагляднее добавлю в плейлист уход добавлю фотографии описание ну скорее всего ставлю ссылку на продавца потому что у нас немного таких продавцов которые продают такие препараты я раньше покупала ванильки многие знают кто такими пользуется но я дом был оккупирован она вынуждена была уехать германию поэтому я буду заказывать оксаны бакиной ссылочку сделаю вам поделюсь обязательно ну что начнем с хорошего долгих уже цветоносных видео поисков не будет таких вот но мне хотелось поделиться с вами показать несколько новостей хороших вот а потом уже перейдем к теме сбрасывания корней вот также меня просили рассказать показать немножко подробнее о реанимации листьями в воду что тоже касается темы сбрасывания корней ну в общем будем с темы на тему переходить понемножку покажу так первое что хотела вам показать сейчас достану у меня здесь есть веточка бабочки тигрис это как бы не сломать видите какой же цветоносик я ее купила мне хозяйка и и отрезала и прислала без субстрата 6 10 23 кстати тоже она ко мне пришла осенью но пришла она очень хорошо я ее посадила сразу на фитиль вот сюда в этот вазон и она начала быстренько быстренько растить корешочки принципе не проблемная но так чтоб как-то сильно быстро она не развивается если я не ошибаюсь у нее было два листа может их было больше на лист по ходу был какой-то снизу вот но именно вот этих по моему два точно не помню не хочу обманывать вот верхние листочки выросли у меня а вот ну вот она занималась корнями я ее особо ничем не удобряла не стимулировала вот но я тоже жду интересные штуки насколько помню японские это препараты вот для быстрого роста деток я в общем попросила у продавца на все случаи жизни вернее на все случаи жизни вот сейчас конкретных условиях мне на зиму нужно малыша там развиваться взрослым хорошо цвести а вот и ну как бы подкармливать их да чтобы они не цвели ценой своего здоровья вот и там мне посоветовали я взяла все плюс я взяла свежий тапсин мой уже вышел с рукодности у него вот а фонгицид должен быть потому что при обморожении его применять также нужно наверно позже нужно об этом рассказать а не показывая деточку которая будет свести вот ладно расскажу тогда позже вот такая красавица ждем 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 не очень интересно она не очень не такая резная краешки сами я чем-то вот сравнивала ее с эластикла и все думала надо было мне убрать тогда или не надо вот но сейчас она зацветет и я решу точно то что это будет первое цветение ее в моем доме у меня есть фотография только материнского растения с которого эта детка была собственно сделана вот и там не очень качество не на солнечном свете это то есть но не очень можно разобрать прям вот всю красоту но я видел что она конечно красивая вот и тигрис есть у они вас тоже ее фотку хранила у себя смотрела визуализировала как же будет моя малышня цвести вот я надеюсь на меня не подвезет и посмотрим возможно все возможно вот но я надеюсь что на все таки будет бабочкой вот так вот такой же хорошенький прям цветоносик хорошая новость номер два показывала вам буквально недавно моего красавчика это мой патрик снимала видео о подростках 35 которых я получала разные годы своего коллекционирования общем как они мне выглядят какие мне с ними были вопросы если кому-то интересно кто может не смотрел только присоединился к каналу есть у меня плейлисты и там есть у там уход за подростками что-то общем то есть в общем видео у меня это ну и в одной из последних посмотрите полезла его поливать покажу у него хорошая корневая система такая вот говорила что он только отцвел поэтому цвести не планирует они тут то было это же патричек вот нашла и цветонос я очень рада потому что он буквально только недавно у меня отцвел я его цветение очень жду до сих пор патрики есть не у всех потому что продавался он только во взрослом размере не все могут его купить вот поэтому тоже есть девчата кто просил деточку от патрика моего да и они отличаются между собой патрики вот поэтому я выше покупала как рассвет поэтому я жду жду я нового цветоноса со старого у меня не получилось дитю сделать он там решет свести в общем на следующий сезон попробую попробую снова вот это носика я его кстати срезала по моему на клонирование отправляла я только потерялась потому что мне присылали мне мои орхидеечки с номерками в общем а потом девочка уже которая занимается клонированием она выставляет колбочки на них номерки стоят и я просто не помню какие мои орхидеи вот но что-то помню точно дало потомство что-то получилось рада много здоровья подвело человека который занимается этим клонированием вот надеюсь что она быстро поправится и я по весне когда вот она восстановлю восстановится я и отправлю что-нибудь еще интересное потому что ей нужно сейчас разгребаться с тем что наросло уже рассаживать пересаживать в более крупный там в общем там целый процесс кого-то надо пересадить еще в колбе кого-то уже высадить в грунт в общем там целое большое дело так что классно эта штука клонирование позволяет нам иметь таких красавиц дома вот так что такие дела сейчас буду следующей новостью хвастаться так следующую у меня вот такая растение которая подписана как но иди вот но я нашла ее имя вернее кто-то подсказал из девчат не то что прям я нашла называется на загреб город в хорватии вот это очень-очень красивый пилор один из самых красивых пилоров которые у меня есть кстати его тоже получала уже по холоду но мое стойкое убеждение что есть просто такие нежные сорта некоторые вы знаете прямо критические температуры уже практически он приезжает и хоть бы что некоторые возле него просто ветер подул и он сбрасывает все корни как видите тут вообще шикарная корневая вот и все с ним хорошо у него было при покупке три цветоноса раз два три были ответвления было все в пилорах внизу а затем верхние цветы он начал открывать какими-то странными полу бабочками вот я поэтому очень сильно жду его цветения конь он как видите размашистый сейчас его переверну тут видно кого чего он у меня нарастил вот видите светлые такие листья это мои домашние тот еще растет листочек надо переставить палочку я подпираю чтобы листья ромашка не разворачивались вот это у меня дал вот такой цветонос я все выглядывала когда же он какую-то почку пробудит а нет почку пробуждать он не собрался вот видите со всех сторон я ему вставила фитиль летом перед отъездом на море вот он его очень хорошо принял него растущие есть корешочки его уже очень так прилично подсушила поливала проливом и фитиль поднимал немножко водичку но маловато ему его надо под замочить чуть-чуть а я поливала чуть-чуть его потому что он в подвесе у меня висит высоко там света меньше им и плюс я проветриваю окошко в общем чтобы он не замерз я так минимально проливом поливала вот этого нельзя опускать сейчас растет цветоносик вот поэтому такая вот новость очень тоже жду его цветение очень мне волнительно это вот надо знать своих героев в лицо будет ли он пилором таким красивенным вот или будет со смешанной мутации и верю в первое вот скоро справда станет известно так что это конь конечно вообще он как ванда у меня во все стороны он торчит так ну что вечеринка окончена начались грустные новости перед вами сейчас три растения вот эту вот красоту не считаем она просто я сюда принесла на полив три взрослых растения недавних растения вот мои злопыхатели будут рады но я не сдаюсь потому что их внешний вид все-таки держит во мне еще надежду что все с ними будет хорошо я надеюсь что какие-то корни там сохранились тургор они не теряют увидела я состояние их корней не так уж и быстро вот и для меня потеря но вот этих двоих еще понятно потому что мне их отправили как раз вот так как я говорила в начале видео то про продавцов вот а это растение куплено было летом вот просто возможно но не очень-то и приятная ну сейчас расскажу покажу всех вот потом расскажу вам растение которое приходило мне тоже в не очень состоянии вот и расскажу как они у меня адаптировались пережили в общем это все дело так первое кого я вам покажу это орхидея которая честно говоря планировала показать помните говорила что на пять с половиной тысяч подписчиков я себе и купила но и подписчиков не была орхидея была вот и как по злому стечению обстоятельств помните да что с моей было на три с половиной тоже она сбросила все корни потому что тоже это было по холоду у нее тут какие-то корни еще видите живые сверху а так что же что же что же я не говорю кто это это такой красивый красивый белый крупнейший пилор я его в кавычках подписала как румба вот но это конечно же не румба он гораздо крупнее просто он ее напоминает ну это для того чтобы я понимала кто это вот когда я по прибытию его увидел такие листочки я в принципе понимала что он был переохлажден корней было много но очень быстро корни стали вот такими эти корни не восстанавливаем эти уже вообще часть из них я доставала сбоку они были как кисель я повторюсь я продавцу ничего писать не буду я буду бороться за это растение я таких видела только два я не теряю надежды у него тут есть какие-то корни живые и я с хорошей просушкой поливаю чтобы они остались живые эти корни я пока не буду лезть в грунт не буду его вытрушивать вот меня радуют вот эти вот корни которые еще живы и я попробую его постимулировать и вот чтобы вот эти корни которые пока живые в горшке далее впитали эти полезные вещества которыми я буду его укреплять и дали толчок на появление новых корней также я у себя на полке на виду там небольшой шмон очень красиво выразилась леди прям шмон ну да вот это какое ну я как обычно какую-нибудь историю надо рассказать повеселить я помню когда у меня у мамы появились новые соседи во дворе я вам пока буду показывать своего красавца боя это очень интересная история в общем мама появились новые соседи у нас умерла бабушка и общем там купили как-то дом и мы не могли найти общий язык в общем с этими новыми хозяевами ему то не там стояли не там смотрели ну в общем такой не знал к чему прицепиться и я помню что как-то пришел участковый вот и моя мама культурная женщина вышла с ним разговаривать она с ним раз договорил на улице наверно с полчаса а потом открыла дверь ему не спрашиваю мама ну что она нам сказала что что телегу накатали я помню мы ржали там аж плакали мне кажется такое словосочетание моего за всю жизнь больше никогда не применяла я говорю да пообщалась с людьми из органов и сразу телегу накатали вот такая шмонная на виду в общем надо навести мне перестановку небольшую на полке там где у меня лампы яркие я достану оттуда там есть орхидейки которые я поставила из-за отсутствия места просто и они уже дорастили там крупные бутоны вот как моя пассаж баблетка вот упирается в стену она в большом позвоним у нее хорошие корни я надеюсь хорошие потепло покупала на залезть посмотреть вот я ее оттуда уберу на ее место вот поставлю кого-нибудь кому нужно больше внимания больше света единственный минус конечно это высоко срезанные цветоносы у меня там насколько вы знаете полки невысокие но это не беда цветение этой орхидеи не жду я могу срезать ниже и надеться что она не пробудет эти цветоносы если она их начнет пробуждать я вообще отрежу всю даниза полностью я не хочу чтобы она силы тратила туда я обрезала ее шикарнейшие цветы вчера что ли или позавчера потому что я подошла к подоконнику и все цветы повяли я тогда поняла что там какая-то беда в вазоне назовем это слово беда хотя сказать хотела сказать немножко по-другому вот и я достала ее из кашпо и увидела вот что с корнями я ее поливала аккуратно чуть-чуть в холоде не стояла в общем это перемороженные на складе орхидеи я вот общалась недавно с девочкой у нее обалденная просто коллекция настя и многие знают в общем и она написала такую фразу классно говорит ягод 7 орхидеи назад пообещала себе говорит завязать говорится теми зимними покупками 7 орхидеи назад и такая пишет кстати а вот мои новые пополнения скидывает мне еще три фотографии думаю там и не исправим каждый год на мы получаем обмороженные растения боремся за их жизнь весной не восстанавливаются но если восстанавливается говорим следующий год но но и опять что-то красивое 5 мы покупаем но есть конечно продавцы которые в таких шубах отправляют растения что их можно мне кажется и на аляску вот раньше в буче девочка работала логачева если не ошибаюсь и фамилия она есть в инстаграме я наверно тоже прицеплю фотку ее магазина в инстаграме она из европы сейчас возят растения грех не поделиться ссылкой скажем ну не ссылка в этом увидите так называться страничка там сами найдете потому что уж очень хороши они и подход у них очень правильный там в таких шубах отправляют растения там очень бережно к этому всему относятся поэтому вот делюсь так но в основном конечно отправляют как отправляют побыстрее скажем так побыстрее вот а еще подозреваю что не буду я анти рекламы делать магазинам где я брала растения все может быть вот но есть подозрение что корни просушивает чуть ли не каким-то дучиком от чего они тоже возможно потом свариваются приют потому что все таки как-то феном дуть ну такое себе удовольствие одна девушка написала что сегодня я купила растение с нее капала вода на следующий имеете по сухую выслали но это просто физически невозможно либо ее на батарею поставили либо и дули каким-то феном ну это 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 прям вот огонь для растения честно говоря так что так ну не знаем этого вот ладно я не буду показывать я долго еще и листья не кидали тапками в общем как есть вот картина вот такая но торгар есть я заказала препараты что их там большая очередь вот мне обещали течение нескольких дней прислать поэтому буду обрабатывать так двигаемся дальше 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 я вам покажу вот эту красоту и и я получила по-моему вместе с пилориком белым вот от разных продавцов но вот как-то рядом так это гови это красавец просто невозможный ну конечно тут его красоты всей не увидеть не понять а солнечные дни мне не дождаться но я верю что он сохранит цветы и я еще успею вам похвастаться видите у нас ушел буквально на кончике по пару бутонов а так он принципе молодец в этом такой тюменькой внутри все очень красиво мне нравится еще изнаночка салатовая так подчеркивает это очень красиво так как будто такой котик смешанный с клеопатра какой-то такой розовый внутри примут хищный хищный красавчик конечно вот сейчас я конечно как обычно силу как просто от бога у него тоже есть неплохие корни но и есть вот такие пропавшие они тоже мне вот видите они вот прям прям сдулись и были даже такие знаете мокрые вот эти и слизкие чуть-чуть это не перелив потому что точно так же я его не переливаю я к нему очень бережно отношусь я вообще очень бережно отношусь к новым своим растениям я вам говорила не зная характера орхидеи я так воды много не даю все очень-очень у меня сдержанно сдержанная так проверяю чего он хочет в этой жизни потом только уже видя характер самого самого растения я понимаю что ему пойдет просто кашпона керамзит фитиль и так далее тут вот было большое количество корней часть из них но они тут живые толстенькие тут хорошо все мне кстати написали что мне завтра отправят препараты так что я очень скоро вам покажу вот что я показываю непонятно читаю сообщение на экране вот ну какие-то корешки тут сажение подсохли вот этот листочек он не подморожен это просто пробитый полуманный питание нет видите перебиты со всех сторон его обрежу вот тут получше но тем не менее мне кажется летом у меня вот и это бы потери не было корней я надеюсь что не будет дальше поэтому я обязательно будет я говорила вам в начале за фунгицид и когда продавцу написала что мне нужно что-то для восстановления а мне написали прям название препарата который мне нужно купить мне девочка написала в комментариях тут на ютюбе в этом видео где я рассказывала об обмороженной орхидеи потом я с другой своей подружкой общалась орхидея на и она мне говорила ягод получила орхидею говорит в отеках поле лагает этим препаратом и там гайдотеки начали разравниваться представляете мне вообще очень конечно интересно на такое посмотреть не дай бог это не очень конечно хорошо когда есть растения до над которыми можно так экспериментировать лучше без отеков лучше пусть препараты выходят из них срок годности и вы их выбрасывайте чем вы их применяете и не вам всегда нужны конечно вот но это прям чудеса какие-то знаете если вот так вот разравниваются листочки какой-то реаниматор вот поэтому я пролью и мне что продавец сразу спросила она мне сказала пришлите фото растения я посмотрю и скажу возможно вам нужен фунгицид но конечно я об этом знала я не делала фотку я говорю да мне фунгицид нужен я хочу новый свежий в общем с новой партии потому что у меня просроченный уже вот и фунгицидом обработать нужно для того чтобы остановить пропадание корневой системы мы поливать не по мокрой по сухой чтобы не спровоцировать чисто гниение переливом а не только вот проблемой обморожения тоже фунгицид хорошо помогает останавливает пропадание корневой вот ну а вот всякие вот эти уже реаниматоры все остальное помогают растению проснуться и начать развиваться посмотрим буду обрабатывать возьмусь за голову я надеюсь мне на это будет время удобряшки в общем все сделаем как надо посмотрю я будет ли разница будет на росте моих орхидеи чик ну и следующее потому что вы знаете я такой себе любитель удобрения следующие у нас кстати эту орхидеи сейчас привозят под названием баллада маркированный горшок а мне подсказали как лизард силк рот вот мне конечно больше баллада нравится чем вот этот длинное название помните да я вам ее показываю стояла стояла никого не трогала и я к ней подхожу у нее корни сухие не все тоже ну вот этот допустим короче который выглядит хуже всех такой из подпаленный он нормальный вот этот воздушный но у меня я когда заглубляю в посадку мне всегда пропадают этих корни если часть вот смотрите тут прям большинство пропало в общем это непонятно потому что видите прям по моему даже молодой был до курин пропал не знаю я честно причину это темная это ничего страшного я вам показывал как мне такой щенек как будто удобрением спали были просто питание нарушена тоже у него хороший тургор он с фитилем но я ему фитиль не оставляла он у меня вот в таком кашпо вы знаете эти вазоны они продаются с поддоном я их не люблю во первых они занимают больше места вот а во вторых мне надо замочить хочется поэтому я тут залила горячим клеем а сверху заткнула корой вот у меня тут какой-то фикус рост поэтому внутри он не очень презентабельный вот ну это не так важно вот и по пропадала там все на свете ну как бы хотелось бы верить видите тут все пропало хотелось бы верить что ну тут чуть ли не один корень видите зеленый остался и собственно все не буду вытягивать не хочу реанимации такие не хочу в общем буду стараться обрабатывать и надеяться на ножевые корни которые пойдут от шеи в грунт а потом уже в следующую пересадку я уже там отчекрыжу все что нехорошо и посажу пока с ним вроде бы нормально я и подоконник утеплен он стоял кстати со стороны не там где утеплен у меня и не так холодно как бы ну в общем тоже буду работать над ним надеюсь все будет хорошо кустик то крупненький вот еще вам хотела показать меня я вам я вам все должна была снимать показывать вот мой красавец мечта многих это пилорик дикого кота кстати у нас недавно был в продаже пилор дикого кота вот но я не спрашиваю чего-то этого решили что он должен стоить дороже бабочки вот и как-то там последнее время что очень большая цена на него вот это пилор дикого кота да я сказал он у меня вон цветоносик такой растет если вы помните кто со мной там давно это не последние только годы присоединился кто смотрел меня давно года давай назад мне кажется он у меня может больше я его купила тоже по холоду уже помню снег на улице лежал я за ним убегала а вот это наверное был тоже конец ноября и мне тогда продавец короче как было продавец выставила аукцион цена была дурная больше 12000 уже по моему там было когда я решила поучаствовать вот я спросила цену мне и озвучили у меня выпали глаза на телефон я говорю не не я не буду вот а я периодически общаюсь с ней и она мне пишет что мол ну типа мы общаемся на мне говорит я себе еще тоже заказывала у меня есть возможность еще одного заказать цена будет естественно приятнее вот гораздо прям и она мне озвучила цену а я тогда тоже там копила мне там что-то один праздник второй праздник был я отложила деньги думаю я куплю себе какую-то орхидейку мне очень хотелось им мне сумма как раз подошла вот она его тогда привезла и на мне пишет что мол у него такие отеки типа наверно вы его брать не будете вот это лучшее что произошло причем отек это обычно впадает ткань а тут вот это все выпуклое вот то есть это не всегда какой-то вредитель видите это просто тупо все обморожение отек перелив вот это все оттуда ноги растут она не серебристая ну прям пузырями вот видите короче это все торчит вот то есть это не укусы насекомых однозначно мне же так его хотелось но как это не брать здрасте я его жду говори не возьму буду пробовать вот у него еще внизу были вообще с такими черными пятнами замерзшие их холодных полит их отправили в машине через границу ну короче все как надо вот и он вот видать и теками пошел в дороге потому что насколько я поняла фотки перед отправкой были и он был хороший а по приезду он был вот такой вот весь и такие тряпочные листочки в общем она говорит пробуйте вот а мне пробовать ничего не пришлось особо коты они такие живучие тем более дикие коты вот она сама все сделала вот вот это был крайний лист с отеком следующий у меня уже пошел хороший хороший в общем все было хорошо вот этот лист только не помню что с ним сделала чего его обрезала то ли он у меня поджарился не помню в общем что-то я его удалила хотя он стоит в комнате там где у меня нету прямых лучей ну что-то короче не помню не помню что-то с ним было по моему начал желтеть я подрезала но это не суть дела вот у него кстати корни тогда были в озоне я думала им все им тоже хана вот у коты вот они самовосстанавливающие видите там есть пропавшие вот и тут и тут и с этой стороны и он прям такую немаленькую часть корней тогда сбросил вот но я его все равно пересадила на фитиль потому что знаю что это сорта водохлеба вот и он у меня хорошо начал расти вот цвел уже много раз я делала разные фотки несколько раз он цвел совершенно салатовыми такими красивущими цветами в пятнах я еще помню девчатам хвасталась он такими салатовыми цветами зацвела мне сказали что мол это будет просто скоро цветать а фотка вот это я вам сейчас ставлю она сделана в первый день открытия или там несколько дней открытия то есть там до цветания вообще не было даже речи это еще долго было он у меня цвел этими салатовыми цветочками так что он очень красивый я все пытаюсь деточек тоже получить у меня моя орхидейная подружечка просит который мне вот чармера слегата дарила а вот но не хочет вот я все пытаюсь вот раз я пыталась два я пыталась и обламывал он даже почку давал похожую на детку потом ее зачернил все равно я ему сейчас вот обрежу вот эти почки не буду их оставлять раз он с них ничего не хочет давать я обрежу до следующей попробую еще мазнуть у нас тепло батареи шкварят поэтому вряд ли он выпустить из них цветоносы цвести он будет вот этого а тут может у меня что-то получится очень я хочу а я тут тоже мазала тогда я просто обрежу и мазать ничего не буду вот это это намазать просто он не хочет детей он он какие дети говорит мать ты шо я мальчик вот тут тоже какое-то пятно вот такое это какая-то травма больше вот так что вот так есть стойкие сорта которые хорошо переносят даже недобросовестные отправки продавцу вот мы в конце что хочу показать ну как в конце это еще не так что прям в конце но я еще поболтаю меня просили показать реанимацию листьями воде я вам покажу два своих экземпляра и что с ними произошло я вам показывал уже несколько раз эти свои две растюхи я так образно немного объясню что я делала с ними как я делала с ними вот и это бабочка на три с половиной тысячи подписчиков я и так всегда называю не потому что мне хочется хвастать за сколько подписчиков не ну это не важно просто имени то я не знаю так и подписала понимаете вот но она вообще супер вы видите я вам все время ее показывают в динамике не так давно я показывала у нее все время что-то новенькое появляется и мне это невозможно радует боже поставить как красота я просто на дно самое волокно положить ладно сейчас начну сначала так а это у меня пилор ровен и насколько я понимаю вот у меня тоже тут хорошая новость видите так вот здесь все будет хорошо теперь что с ними сделал они меня потеряли полностью все корни я ее получила по холоду она пришла громадным красивым кустом я отдельно про нее снимала видео но не осталось хотелось она была в трипсе мне пришлось срезать эти цветы думаю ничего быстро нарастет и я тоже в один прекрасный день достаю с кашпо корней там вообще ноль и она начала отсушивать нижние листья причем сразу по два потому что ну корней не было и нечем было питать всю эту огромную розетку я их убрала потом опять убрала потом я поняла что так дела не будет ей не хватает питания на вот эту листовую массу огромную и я решила попробовать перевернуть ее поставить воду эту розетку крупную да я просто переворачиваю вода может доходить прямо ну вот главное чтоб не заглублять до точку роста вот если вот так будет воды в кашпо вообще хорошо ну то есть я имею ввиду вы перевернете да и вот вода будет доходить до сюда то есть вода в кашпо всегда держится на каком-то уровне я ее не сливаю не меняю ничего не добавляю если есть желание хорошо протирать листья сверху либо шею и биплантолом можно и каким-нибудь стимулятором роста корней вот который можно по листу обрабатывать вы обрабатываете вверх и стимулируете там рост новых корешков а вода не дает пропасть вашему растению она питает его через листья но не только корнями питается вот и это позволяет вам сохранить какие-то но листья вот здесь были тряпочки они некрасивые потому что они у меня тут в топсине я изначально водичку в топсин водичку добавляла несколько раз вот плюс я их подрезала для того чтобы короче длинные листья очень сложно турбора восстановить а вот эти стопудово будут твердые хорошие вы видите я этот лист обрезала да он очень короткие может он некрасивый вот здесь тут камень просто а был тряпкой вот и вот она новые растит листочки а этот еще тут питание же есть понимаете как бы если вы представляете если бы я отодрал этот лист посмотрите на толщину шеи двух вот этих до листочков и на толщину шеи когда остался вот этот лист это же совсем другое растение понимаете поэтому я не спешу отдирать старые листья у таких вот реанимационных орхидей вот ваше дело просто следить всегда и добавлять на вот видите у меня прям полоска потому что орхидея была перевернута листьями воду и я всегда следила там со временем образуется полоска вы все время следите чтобы уровень воды был один и тот же вот папа торчит вверх но я кстати даже ничем не обрабатывала естественно нужен хороший свет и тепло вот и я когда увидела что на попе орхидеи выросло уже три на шейке до выросло три корешка плюс-минус ну желательно как бы там три-четыре корня хотя бы сантиметра по 2-3 они уже у меня начали торчать я видела что они как бы по ширине уже практически как сама кашпо да и если они пойдут дальше когда я переверну берег велика вероятность и начну засовывать в вазон и поломаю мне хотелось этого избежать поэтому когда они были вот такие где-то плюс активные растущие кончики я перевернула в эти же кашпо здесь вот это вот выемка да такая как у орхидеи пластиковая я вокруг положила волокно на эту пластиковую выемку положила кусочек коры на этот кусочек коры поставила основание орхидейки и вокруг обсыпала тут более мелкая корой сверху самое крупное для того чтобы там воздух оставался сверху чтобы не спровоцировать какую-то новое гниение вот хорошо можно волокна мха по стенкам вот но делать так чтобы вода внизу просто не лишь вот тут я изначально наливала прям оставляла от пальца на два года наверно потому что тут очень высокая вот это вот не хочу переворачивать очень высокая вот это вот подиум этот вот и у меня это волокно она все время очень сильно влажная была и вызывала корешки вот к себе туда вниз орхидейка чувствует эту воду и туда наращивает корни вот сейчас я буду наливать поменьше водички но она у меня стоит в тепле тут кстати еще один корень но не стоит в тепле под хорошие лампы поэтому я могу себе позволить и зимой и оставлять воду вот и тут кончики растущие это тоже видите растет корень круче супер я смогла сохранить но реанимация есть реанимация вот сколько времени но мне стоит и не цветет но я покупала крупное растение я не покупала его ушатаным чтобы его спасать вот поэтому воду не меняем можно воду добавлять какой-то тоже там что чем можно питать по листу вот но тогда орхидею она постояла там попила какое-то время там час-два не знаю слили налили чистую воду убрали налили по тому же уровню так я капала допустим тапсин она стояла в тапсине потом я его сливала наливала чистую воду и оставляла вазон у меня грязный потому что тут все в тапсине трогать не буду возможно еще позже как-то будут периодически проливать пока не хочу раз корни растут вот вот так получилось спасти очень красивые растения переживала даже несколько раз подумала такие же купить но вовремя остановилась так что так буду с вами делиться что произойдет с вот этими моими растюхами буду их обрабатывать возможно вам показывать посмотрим это нудно не интересно в общем я все равно поделюсь для того чтобы хотя бы вы знали какие хорошие есть препараты спасибо всем за внимание надеюсь было полезно кому-то эта информация вот проверяйте у продавцов просите фотки перед отправкой убедитесь в том что ваша орхидея просушена для того чтобы по холодному периоду она не сбросила свои корни постарайтесь по крайней мере и минимизировать потерю корневой и каких-то вообще обморожения но никому не надо ни продавцу не вам портить нервы поэтому лишний раз нужно перебдеть вот мирного неба всем всего хорошего до новых встреч и пока пока